здравствуйте дорогие друзья в эфире передача просто о вере я ее ведущий священник сергий рыбаков решили поэкспериментировать и сделать разговор на ты разговор на троих когда мы тремя друзьями тремя отцами тремя сыновьями как мы это выяснили в прошлый раз разговариваем об отцовстве родительстве мужественности и как собственно говоря этого всего в своей жизни достичь как и прежде говорим с отцом николаем зининым и отцом тихоном с хановым здравствуйте здравствуйте и сыновья про разговор избежать разговор на ты это он про меня намекнул потому что я давно просто передача обратился как ваш а потом думаю ваш как неловко так спрашивать уже на вы обращаться как-то странно я бы хотел опять же перекидывая мостик из прошлой передачи соединяя ее сказать спросить вернее бросить для размышления тему почему не все мужчины умудряются стать отцами не физиологическом плане то есть они родить рожают а отцами стать не могут вот такая фраза была умудряются не стать отцами как можно умудриться вообще не стать отцом мудрость надо уметь что не получился иди вот и отец но и что мы можем сказать ну вот мы наблюдаем например незрелых мужчин не помню кто в начале двадцатого века женщина социолог психолог по мамы написала книгу вечный мальчик не читал отец где она тогда еще пророчески она говорит сейчас все движется по тому пути что когда-то мы придем в мир абсолютно зрелых физиологически биологически мужчин ну то есть им будет например там 40 50 и незрелых ментально духовно то есть они будут там одиннадцатилетними мальчиками запертыми в тело уже достаточно зрелых мужчин то же самое касается и отцовства то есть вот почему-то ну я думаю что у вас опыт есть исповедование личных разговоров бесед с людьми когда приходит например жена за это вчера прям тяжело слушал прям про отцов несколько раз вот вот как вам кажется почему это вообще происходит чтобы нам от этого оттолкнуться и дальше мы поговорим об отце как педагоге то есть куда ведет отец как педагог тут все ясно мне кажется так мне всегда нравится ответы за начинающиеся с этой фразы все ясно а дальше вы снять что оказывается ничего не понятно с это живем просто мне кажется с это живем на а ты думаешь это проблема только нашего общества всех обществ которые с это живут это биологическом уровне доказанный эксперимент с крысами что чем больше продуктов питания тем достаток больше у колонии тем более они такие становятся нежные особи мужские им не за что воевать в принципе то есть мы мы как бы входим мы отрываемся от природных каких-то инстинктивных вещей вот но они может быть в чем-то позволяли созревать чему-то и духовному и в отрыве от как какой какой-то борьбы за жизнь такой биологической мы получаем более так разнеженные мужские особи там женские в том числе так то есть это проблема просто на как это связано с отцовством ну а раз раз есть проблема взросления которая не осуществляется потому что нет в в обществе предпосылок каких-то борьбы там и так далее движения то так же это и в отцовстве проявляется то есть отцовство это ответственность в какой-то степени брать ответственность за себя когда можно не брать то человек выберет не брать как животные мы как животные поступаем по минимальным затратам поэтому если можно избежать этого человека избежит каком-то поэтому у кого-то получается но эти секун согласен нет а что ты сидишь тут рядом сидит рядом еще не в общем я из этой женщины и хорошо что я не читал ее и не буду читать тоже с ней не согласен социолог вечный ребенок вечный ребенок вечный мальчик вечный мальчик ну не знаю но это робот какой-то ну прям вот все из нежны то ладно полно мужественных хороших отцов не знаю и потом не что они надо отказаться от деления что вот эти хорошие отцы вот эти плохие отцы ну в какой-то момент ты нормально вот как отец поступил нормально в какой-то момент плохо поступил нет такого что ты тотально плохой отец и неженка не можешь воспитать дочь или сына или тотальная возвращение я иногда не договариваю думаю все равно додумают уже поняли что хочу сказать я просто притормаживаю поэтому я договариваю для тебя фильм возвращение есть замечательный да да на психфаке смотрят его и потом пишут эссе такое один из обязательных фильмов в смысле не обязательных ну как сказать как по которым пишут эссе и потом вместе обсуждают там вообще он появляется такой жесткий супер жесткий отец он он просто жестокий то есть там вообще и жестокий он по-моему просто суровый ну и там начинает там и в конце его тащат эти сыновья у них появился отец то есть какие-то возникли у них отношения это хоть ты хочешь избежать спойлера да вот но там же очень важный момент что но отец пытается своего младшего сына спасти да и жертвует собой на через эту жертвенность они я не знаю через что но у них возникают вот эти отношения отца и сына он плохой или хороший отец он такой какой он есть вот ну не знаю не знаю я какой хороший хорошо я тогда уточню я тогда уточню если мы рассматриваем отцовство как условно говоря культурологический феномен феномен культуры отцовства можем ли мы говорить что в какой-то момент отцовство умирает или мужчина как отец умирает в глазах своих детей то есть ну условно говоря он расчеловечивается или раз отцовство происходит на вот а в какой-то момент он обретает отцовство вот я просто к вопросу о возвращении мне кажется он на протяжении всего фильма да когда он там лупаст его по щекам когда он там учит отстаивать там себя и подойти ударить хулигана там и так далее так далее вот через это все там не считываются от отцовские ну то есть вот этот коннект отца и сына отец рождается в тот момент когда он жертвует ну я думаю что во всем этом пути он есть хорошо но все таки в конце контора вопрос остается можно ли расчеловечиться или потерять отцовство не только в глазах конкретного своего сына в целом то есть вот даже эта часть отношений с детьми так то есть какие-то моменты они могут свергать тебя как отца ну как пытаться что ли бы или проверять я не знаю но про это мне тяжело говорить но вот есть конкретные случаи в священнической сфере и когда я замечал что несколько человек когда им ну особо тяжело или что-то еще они вроде бы обращаются как ко мне как священнику обращаются никому другому но говорят ты мне сейчас не священник ты мне вот как брат скажи как 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 друг скажи ну у тебя полно друзей там ты почему-то именно обращаешься к батюшке и тема она в общем соответствует да вот обращению священнику почему ты тогда свергаешь меня и для него это это его духовный вопрос то есть ну я нормально переживаю что меня могут другом назвать там нет какая разница да но я это вижу как его духовный вопрос ему требуется свергнуть меня как отца тихона да как именно как отца тихона свергнуть а с другой стороны я ему требуюсь именно как отец тихо и он вот в этой внутренней запутанности ко мне обращается вот то есть эта часть отношений когда есть попытка свергнуть отца на это чтобы ты был как отец но не как отец не в иерархическом понимании что ты сверху да а как отец который рядом ну который сверху а отец сверху для кого-то это и так ну по-настоящему или отец все-таки на равных но условно говоря есть должно отсутствовать понебратство а ты как воспринимаешь а ты как воспринимаешь на на равных или как на мой взгляд но это моя любимая тема я все время людям там объясняю 7 и сам стремлюсь к выстраиванию на таких отношений которые называются субъект субъектной то есть когда отец высоко а я внизу это субъект объектные отношения я объект воздействия отца он-то меня муштрует воспитывает лупит наказывает пряник дает когда делать что-то хорошо когда например я использую его да там ну условно если переводить на более понятные когда мои дети ко мне подходят и условно говоря просят у меня за что-то прощение то они реально меня обидели допустим что-то сделали такое что меня очень расстроило потом они подходят про спрощения но исключительно для того чтобы я их отпустил погулять вот здесь тоже субъект объектные отношения просто объектом становлюсь я а я как бы говорю о том что отношения с отцом и с отцом они субъект субъектные это как раз то о чем по-моему ты говорил в первой передаче что отец может сказать нет это как раз уважение пространство субъекта что когда я разговариваю например с вами вы можете со мной спорить вы можете со мной не соглашаться и это не разрушает наших тесных уз дружеских там и так далее то есть когда я за субъектом и он что самое важное то он тоже за мной как за субъектом оставляет право с ним спорить с ним не соглашаться и так далее так значит не сверху не сверху поэтому когда а человек когда приходит в церковь это батюшка это как сверху поэтому он попросил тебя сверху слезть до стать рядом но это не разрушение отцовства просто ну на должный уровень как бы и но опять если мы возвращаемся к практике рецепции нашим сознанием там много вековым то у нас то и же на небесе смышь все равно его туда загнали обратно наверх но мы же понимаем одновременно когда начинаем комментировать тему небес и небесного царства и комментария этому как угодно можем что я и сам текст наполнен уже опять иерархи что он сверху над нами поэтому да иногда хочется чтобы он спустил я сверху над нами کا доминирующие ли он сверху над нами как вот помнишь как начинается книга right и дух святый носился над водой носился как наседка насетка тоже сверху но она сверху для того чтобы согревать и в конечном итоге чтобы ты вылупился из яйца вот я вот к чему она не вот сверху она рядом он накрывает же сама она же не летает сверху она сидит то есть она вконтакте все равно ну не знаю тут сложные вопросы для меня я вот просто я к чему к тому опять же что александр филоненко здесь приходит на помощь который без рима предстоит да который который интересную вещь сказал опять же отталкивался он от свод этого своего примера с отцом который показывает пальцем вверх а в общем то не только вверх он в некую глубину тебя самого показывает пальцем да то есть смотри как много глубины в тебе как много красоты в тебе заставить смотреть наверное на себя как на нечто великое великое прекрасное великолепное вот это главная как бы задача отца и он говорит выходя из этого что отцовство распадается на атомы образ отца расщепляется в тот момент когда отец предсказуемо раздражителен и непредсказуемо агрессивен вот то есть он просыпается всегда уставший он всегда ноет он всегда чем-то недоволен а потому что раздражительность уныние какая-то вот такая внутренняя рутинность всегда уставший и непредсказуемо агрессивно то есть никогда не поймешь за что тебе конкретно сейчас прилетит то ли за то что ты чашку за собой не помыла то ли за то что уроки не сделаем все про меня но ты все равно хороший отец отец хоть и агрессивный вот но вот он говорит что в глазах ребенка такой отец ну начинает вот распадаться расщепляться не то что сам отец это делает или ребенок там все я на тебя там обиделся нет он просто вот пропадает тот отец который показывает пальцем в твою глубину и показывает на величие этого мира он видит самого главного великана условно говоря великана великана духа который должен тебе ввести тебя ввести в мир абсолютно прекрасного великого но этот великан он как раз разочарован что все далеко не велико все рутинно все бытово все примитивно все уродливо некрасиво и так далее вот с этим согласны вот отец николай прекрасно а тогда вот вопрос когда отцовство можно ли его при таком раскладе обрести если вдруг то есть должен ли отец например идти к психологу если у него такая вот беда если он не пойдет ну ну не знаю мне надо попробовать ну то есть попробовать привести или что нет я попробую схожу ладно давайте двинемся тогда дальше если мы говорим о том что отец это stalker в данном случае есть красивое греческое слово педагог потому что педагог а ты не очень красиво не очень красиво но греческая но греческая педагог как если переводить дословно как где-то водитель то есть он изначально педагог это не тот кто у доски с указкой смелом а это тот кто собственно берет за руку твоего ребенка это слуга раб это я сегодня с утра вот но это и я сегодня с утра мы сегодня все с утра по моему это наша функция немного педагоги да мы берем детей за руку и ведем их до учителя вот в данном случае если отец ну вот какой-то аспект мы уже в любом случае сказали да обозначили что он должен довести до чего-то великого до чего еще отец должен довести своего ребенка чтобы до истерики до белого коленя не считается куда куда он ведет ведь наша задача в том числе в какой-то момент эту руку отпустить и оставить да он сам впервые скажет что оставить уже тут уже мои сверстники скажут уже давно ходят без без папы это что-то туда привязался мне очень нравится что вы меня понимаете с полуслова я же говорю естественно не в вот в этой практике отведи отвести в школу а вот как вы рассматриваете ну глобально вот куда ведет отец тихон андрея я вообще не знаю я осваиваю где я вообще да где я кто то есть я каждый раз в собственном отцовстве ориентируюсь вот и мне нравится вот выражение что вот ребенок тебя родился ему полгодика и тебе полгодика как отцу вот ты отец полгода что ты знаешь про отцовство ничего ты просто ориентируешься в собственном отцовстве единственное что я понял это примеры других отцов это очень классно но я буду дыроком если буду пытаться всем соответствовать то есть мне какое-то чье-то отцовство нравится я таким не могу быть потому что или там какой-то метод описан даже методика да там воспитание слушая как ты справляешься вот с этим сравнительным анализом я постоянно смотрю на кого-то причем на вас я тоже иногда смотрю я понимаю елки как же нас дома не видел как я хочу вот ну вот смотри какой отец николай надо онлайн трансляцию запустить успокоился по поводу нашего отцовства ну как вот как вот реально помогите мне хорошо как не выйти из этого сравнительного анализа как ты как тебе это надо понять что в чужом отцовстве нет меня в методике не описан я который будет ее применять то есть возьмем книжку там написано вот так уведите себя с детьми там или еще что-то но там не описан не мой ребенок не я сам не мой характер не привить не привычки не моя социальная ситуация не моя история не темперамент ничего там в этой методике не написано как что я буду применять я не знаю то есть получается это в любом случае движение в потьмах да ну то есть это да это вот ориентируешься я здесь как отец не как отец но естественно ты смотришь на других и просто они помогают тебе вот ориентироваться в собственном вот там вот этот отец он такой вот и он вот таким вот становится отцом интересно вот так он ориентируется ладно это вот отец другой а я какой ну вот начинаешь как-то ну подходить с любовью к этому процессу что ли и изучать не все вообще получается вот смотришь думаешь вот классный отец там с сыном вот пошел на турники всего там да вообще сын там за ним стремится там классно я же рассказывал да мы приходим с алтарником на спортплощадку там начинаем в это турники там отжиматься к сынок пойдем давай да пап я поснимаю это с телефона это вас там посижу то мне нормально я здесь я не буду а вот и вот облом что-то момент чувствуешь обламывает я в этом когда ты видишь там упирают за ногами я прям так так во первых растет мужчина ну и как бы ну да вот у меня облом да вот и я обламываюсь и дальше надо задать вопрос ну что там а сын у меня какой а что ему интересное ну и тогда это не субъектно объектные да тогда и не фантазии свои хочу воплотить в наши отношения и потом так да я соответствую образу отца да который мне понравился а тогда это ну что-то уже ближе к реальности вот и тогда и где-то за ним идешь где-то там конфликтуешь где-то вот вот так вот ну а как вообще вот ты наблюдаешь ну и вы оба наблюдаете ли в детях нарастающую скуку у современных детей что и в принципе почему бывает скука а почему вот почему например одно дело вот знаешь я иногда думаю там например по поводу своих детей ну так получается что 24 на 7 там все время ты чем-то занят все куда-то надо бежать то вот на на съемки то там не знаю в храм то кого-то крестить венчать отпевать тебя дети вот ну словно говоря видят вот в постоянном какому-то брожение движения и когда они собственно а когда ты оказываешься дома и они хотят у твоего участия у тебя на этого иногда просто не хватает сил ну то есть ты уже просто настолько особенно вот у нас недавно снимали фильм про про нас приезжал там оператор один блогер вот и у меня например я со среды по воскресенье я четыре часа разговаривал с ним вот что-то какие-то интервью давал и у меня просто есть ощущение что я вообще уже весь пустой то есть я вот не могу уже даже говорить они могу уже слушать вообще как-то вот хочется куда-то там воткнуться в розетку и заряжать есть хорошая игра в мавзолей я буду лениным а вы будете меня охранять я так играешь классно но они не соглашаются они они все время устраивают 9 мая да и парады что создает не верно с машинами станков вот но все таки то есть я я к чему к тому что вот например вдруг неожиданно папа встал горит пойдем на турнике я пойму пойму своих детей что они чего да ты же все время либо занят либо тебе не до нас это вообще всегда серёга ворчал недавно я что-то там на него наехал я слышу он стоит в это в туалете вообще там что-то это не нравится сам сидит в телефон втыкает целый день ничего полезного не сделал это смешно я вот болел туда денёк и лежал втыкал телефон хотел возразить как-то потом думаю ну что тут скажет а вот например в восточных народов за это очень легко можно получить репрессию вот я близок восточным народам но вот этот вот оператор как раз блогер он снимал до до того как приехал в самару он снимал в дагестане он говорит что там и вообще интересная штука если отец взял публичную за руку ребенка сына дочь неважно это порицается то есть это считается что слабак то есть там вообще в принципе он говорит что отец должен быть такой бесчувственные фигуры то есть он одинаково плохо когда он например орет на детей там лупит их там еще что-то но и одинаково плохо когда он проявляет к ним какие-то сентиментарные интересно да но не мое например вот но например если отец там у него был какой-то случай когда отец то ли ударил мать то ли ударив и так сильно мать сломал ей руку и вот сын уже там 16-15 лет не подходит к нему и говорит отец ты чё причем это наедине ты чё зачем ты так сделал зачем так с мамой для него это считается таким позором что он собрал вещи и на четыре дня он уехал в горы отец или сын отец что что сын начал ему так говорить да да к вопросу о том что сидит втыкает там в телефон вот в дагестане я бы уехал в четыре дня со стороны поснимают то вот это не нарастающая категория скуки нет просто ему не нравится то есть он будет блогером и все он он да он он видео наснимал пап смотри потом показывает вот его канал у него в инстаграме мощный это все благодаря сына понимает никому снимать вот то есть просто в этот момент его интересы не соответствовали моими но он нашел себе он прекрасно себя чувствовал он нашел себе то что ему интересно он нас поснимал вот ему не хотелось заниматься в этот момент а в другой момент он меня пойдем это там и смотри как я могу а ты куда я поснимаю отец николай у нас просто подходит время и концу и сегодняшней нашей встречи беседы тема педагога отца все-таки недостаточно раскрыта мне бы хотелось но без шуток а вот как ты внутренне тоже ну вот это с отцом тихо нам понятно что он сам со свечкой в потьмах отцов собственно я вот примерно так же каждый раз ориентируешься заново потому что я меняюсь и дети меняются и обстоятельства разные то есть вообще а ты поспеваешь изменяться под под детей у меня нет такой задачи ну ты говоришь я меняюсь они меняются да и просто как это означает что в каждой ситуации надо ориентироваться заново то есть а если я бы спросил если какая-то главная условно говоря цель ну вот допустим именно воспитание но воспитание педагогической педагогическая цель куда педагог отец николай где-то водитель куда он хочет привести где бы он условно говоря мог ребенку сказать вот здесь будет тебе хорошо дальше живи сам вот здесь вот я тебя довел а вот дальше вот куда в какое море это могут быть состояние это могут быть условно говоря какие-то самые важные жизненные выводы к чему нужно привести ребенка пониманию чего такого нет у меня тут просто мы идем и в какой-то момент я пойму что он может сам наверное самостоятельность какая-то из и чтобы он понял что выбор его свободный в этой жизни у меня немножко другая это то есть я не не стремлюсь его где-то куда-то привести и там оставить мне вообще все равно да грубо говоря будет он там или нет не важно чтобы когда мы туда шли нам было нормально вдвоем хорошо нам было и вот сейчас он занимается арифметикой и читать учится и первое время мне было очень тяжело то есть самый трудный в моей жизни ученик это вот он то есть он постоянно рвалось шаблон мой непонятно что делать можно здесь поставить многоточие потому что это удивительная интуиция но следующий раз мы поговорим про отца учителя все таки мне кажется это разные вещи педагога учитель спасибо на сегодня все с вами дорогие друзья мы тоже прощаемся присоединяйтесь к нам в следующий понедельник поговорим об отце учителя до свидания а